здарова народ добро пожаловать на мой канал на новую серию продолжаем заниматься троечка и собирать кто не знает в прошлой серии я покрасил троечку в цвет бмв м3 fire orange поставил также новые диски oz futura 15 и уже посетил одно мероприятие мероприятия снимать не стал потому что никто их не смотрит мои эти обзоры на выставке думаю да и ладно и в ничего такого нового не было если кому интересно есть видео с прошлого года вы думаю найдете так в этой серии я планирую как бы дособирать салон потому что сейчас у нас все идет воскресенье и на следующих выходных уже планируется мероприятие выставка еще одна там как обычно вот випрейсеров на аэродроме азимут вот хочу поехать поэтому мне цель за эту неделю собрать салон в планах накинуть ковер также прокинуть сразу все провода дособирать сейчас приборку которую я к слову вчера перебрал ну из двух собрал одну и там еще короче сейчас покажу из двух приборок точнее щитков приборов хочу собрать один приобрел я у демаса моего хорошего знакомого вот такой щиток это именно шоховский под две клавиши стоял у меня вот такой поздний шоховский под одну клавишу и там всего лишь надо было замкнуть два провода я замкнул замотал и сделал себе одну клавишу просто общее на включение всего света потому что так или иначе ближний и дальний включаются на стрекозе вот и иметь три стрек кнопки это нет смысла а для чего я сейчас именно опять возвращаюсь к тому что беру под две клавиши себе консоль кстати еще к слову купил chrome маркер давно уже и сделал ее под ранний щиток кто не знает на тройках там 73 года шли именно ну chrome подложка все это черное она была хромированная и сверху уже именно текстура такая под дерево было вот сделал как бы под ранний щиток и у меня останется также одна кнопка включения света и одна кнопка будет управление печкой то есть вентилятором печки трех режимов он находится посередине на торпеде но поскольку я сейчас буду ставить магнитолку немаленькую неудобный будет доступ поэтому решил перенести сюда посмотрим сделаю все аккуратно то есть отдельные провода вот отдельная такая маленькая коса если не понравится это может будет всегда устранить без последствий то есть никаких внедрений в одну проводку не будет просто удлиню три провода и выведу сюда на кнопку тоже никаких допутных отверстий делаться не будет дальше по процессу хотя бы там не знаю мало-мальски установить музыку обязательно поставить уже магнитолу я вам покажу поставить пищалки в передней стойке то есть и вот по поводу задних 20 динамиков в полку еще не знаю потому что надо ехать и к жене а это время это деньги и за неделю я вряд ли успею потому что надо будет все работать между прочим но как обычно все началось с того что съездил просто купить провод нужного свечения вот именно такой попутно к моему удивлению нашел концевик вот такой вот блин фокусируйся падла поскольку машина 76 года у меня вот идет такая бабулда видите и обычный концевик от двери вот такой он не подходит на меня просто продавец магазине посмотрел на у нас горноста и сказал что ставится обычный от концевиков дверя искала нет у меня какой-то своеобразный вот типа под ключом надо заворачивать заехал следующий магазин потому что искал провод спойлер нашел и вот там лежал последний такой концевик до меня какой-то человек уже их забрал все и вот он последний витрин остался мне повезло я его забрал дальше провод я так и нашел в этом магазине же купил пять метров чтобы сейчас поставить кнопку перенести это покажу ну и конечно же поехал в музыкальный вот эти кнопка поехал музыкальный заехал мне надо было акустические провода чтобы сразу впрокинуть чтобы я мог кинуть ковер и больше пока к этому не возвращаться шумоизоляция буду заниматься в будущем то что правда не хватает сейчас никаких средств ну и знаете пошло по накатанной купил вот такие вот пищалки какие-то прайдовские вот такие вот две двадцатки вот такой фирмы как бы я не музыкант поэтому думайте сами хорошие акустика нехорошая к ним взял вот две такие грильницы потому что они понравились больше всего мне телефон что-то подвисает то такие перехотники чтобы закрутить их в стойке аккуратно без колхоза такие две прайдовские пищалки то есть я сразу не музыкант скажите хорошее взял нехорошее плохое неплохое 10 метров от такого провода чтобы все подключить и сразу же прокинуть чтобы мог я сегодня уже закинуть ковер вот примерно так прикинул мне понравился стоп который у меня был в рагулыча кто помнит видео есть на канале вот у него стояла в полке две двадцатки и они очень хорошо очень хорошо играли хотя купил там что-то на авито за копейки их вот такие в общем грильницы прикольные ладно хватит болтать приступаем к делу не знаю не успею на этой неделе понятное дело поставить полку потому что надо ехать и к жене с ним договариваться вырезать что сколько возьмется это денег чтобы опять же все эти штучки обжать потому что я не стал покупать мамки на колонке пищалки то может я подключу прокинул сразу провода прикручу всех тут несложно вот задний пол именно проблем саде полки и надо вырезать вот и плюсом там металл он не хоть и подрезан подавал и про ну дедушкой прошлом хозяином но это сделано некрасиво поэтому придется все переделывать по-своему так настал следующий день пришел в тройку сейчас смотрим высаду ли она аккумулятор 12 один но так чуть-чуть все всю ночь она стояла просто с выключенной кнопкой не знаю вроде как это должно нормально влиять то есть не должна она высаживать сейчас поеду кстати на сход развал вот солнечка вчера ну как видите под собрал бодренько то есть даже немножко прокинул провод докинул кик панели так не стало ничего там ковер как-то заправлять под них просто чтобы их не гнуть не ломать так аккуратно прибил потом уже при шумовиброизоляции когда уже слой под ковром будет то что сейчас там грубо говоря нет ничего ковер проваливается соответственно по краям начинают ну оттягиваться чтобы он не был в натяжку вот не стал там усыраться ну ладно сейчас подключусь раздам интернет и поеду до работы а там уже и на вход развал шо вы дяди оговорили новые клипсы говно все встало четенько кроме пороги прям стали как надо здесь только не стал клипсу ставите точнее поставил на перевернул боком потому что глядь когда сапожок переваривали криво изделие отверстия получается чуть ниже вот но он в принципе и без него хорошо держится вот везде по зазорчику он стал что спереди что сзади серпами охрененную передний серп прям четенько встал по щелям всем цвет вообще с кайфом сзади тоже понятно что они идут немножко на выворот к примеру вот здесь я во всякой уже пытался подогнуть развернуть но к сожалению так ну ладно держится вот будут бить корпус немножко царапать ну чё поделать здесь это прям надо я не знаю как извернуться их выламывать выворачивать и не так у меня в натяг встали вот ну хотя было много-много лучше чем с этой стороны потому что здесь вообще кобзда здесь ну вот этот задний получше конечно я поставил сейчас вот а вот с передним я наехался больше всего и как бы он получился не очень во-первых опоздился на герметик герметик версии торчит по передку он более-менее встал но здесь пришлось прям под подломать сильно молдинг на час не видно вот главное что они все блестят они полированные принципе днем это глаза не бросается в общем фоне герметик я чуть позже ножичком аккуратно сковоры лишняя ты будут прям четенько все настало 25 число нахожусь я как обычно на своей любимой мойки в колосистом сегодня у нас по плану посетить мероприятие бэпан вот он проходить на аэродроме в нм поеду я туда на троечке кстати за эту неделю я как и хотел собрал салон погода это позволило сделать но собрал я его не скажем так не не поставил на нем точку потому что так или иначе его в будущем разбирать проклеивать пол проклеивать перемавиливать все двери в общем смотрите что у меня получилось ну внешне понятное дело машина особо не поменялась добавились только наконец-то эти серпы серпы и хром пороги вот напидорины и прям четенько на той стороне потренировался получилось конечно не особо начал садить на герметик в итоге герметик видно ну потом это стрежу ножичком вот дальше уже стал делать все без герметика и как бы получилось все шикарно пороги тоже долго с ними маялся но по итогу я их сделал оказывается проблема была в том что последние место крепления где мы переваривали сапожок я отверстие сделать чуть ниже чем оно нужно поэтому последний клип составить не стал на обоих сторонах просто повернул криптию боком и порог встал как в лито понятно его еще поджал и наконец-то разобрался как примастырить нормально чтобы более-менее как-то держались новодельные клипсы все дальше по салону у меня получается он полностью собран как он и должен быть только обязательно кувриков но это не так важно поставил магнитол магнитол уже полностью работает пищалки на месте проводка вся раскидана жду на следующей неделе получается вернее сегодня уже через завтра человек должен не скинуть фотку готова и полки будет она перетянута в темно-синюю кожу не про не такой прям текстуры а уже такой современный понятно вот так же еще хочу там не знаю либо сегодня вечером либо завтра либо на неделе съездить к деду который занимается ремонтом салонов пришел мне донор получается задняя спинка вот хочу вот эти вот вставки ну не с этой понятно а с донора поставить на водительское сидение потому что у меня здесь дрянь здесь тоже все обновить строчку которой уже нету стирал ремни верни сейчас чистенькие поставлен касса чехол которого давно не было в машине новый ковер ковер блин у меня два года лежал ждал свою очереди участи вернее поставится в машину я не знаю я его от хим чистил предварительно замотала в пленку в мешок положил и он не хранился сперва в комнате год и вот потом когда переехал на балконе и достал и он какой-то санина непонятно начал пахнуть не знаю сейчас химии прошелся переднюю часть ковра вроде бы получше стало я не знаю блин вроде на тренадцатом этаже не должно быть ни мышей ничего не готов у меня нету как бы как так произошло не знаю но в принципе пахнет терпимо это не этот прям кошачья моча которая прям также еще попутно по внешке прошел сейчас бампера так ну весь хром освежил сперва прошелся химией когда мыл машину сантехника и понятное дело это технической химией чтобы убрать всю ржавчину весь водный камень дальше пошелся пара упали ролью доктор ватсом вак или кому-то мне желтая баночка стала с 18-18 года наконец-то поправил сейчас капот чуть-чуть подкрасил вот этот косячок дверной карты просто они накинуты то есть они болтаются потому что я сказал буду снимать полностью двери полностью шумить также еще собрал полностью багажник открашены все элементы на месте эти все кожурки тоже чем чищены вот такой тут небольшой порядок навел там имя химии куча всякой разной чаще хотел сказать а попробовал еще кстати хром скотч вот первый маленький элементик блин мыло все конечно темно телефон справляется вот верхняя полоска полностью новая то есть еще получился шик и блеск вот как выглядела старая если что все фотографии в телеге у меня есть вот это тоже составить не стал чтобы не заморачиваться накинул пороги вот эти под подогнал чтобы ковер не топорщился накинул так от балдыки к панели более-менее что магнитола фурычит ладно заболтался увидимся получается на сходке бэпан блин господи представляю какой крыш там сегодня будет ну ладно залечит туда с двух ног на троечке троечка про мучили трусы если честно рвет всем это про ну меня удивило не думал что этот проект у меня даже его создать проектом не назову просто чё кинул диски запилил пружину покрасил тачку все вот как бы ну опять же машина уже скинуто столько денег как бы вложен столько сил в души как бы может остались нет одной целой получаем одним целом как с парами с парами сейчас пока если кто не знает у меня как повседнев она немножко в стоке там получается и стока вернее изменилась только не стоит пневмо проданы диски и понимать это тоже что продано и все обвес меня лежит дома ставлю обвес ставлю диски запиливаю пружины либо ставлю короткоходки и все получается проект снова в строю там еще есть куча моментов которые надо делать но это мы все потом ладно заболтался качество наверно шакальное как обычно извините но пока все что есть а я поехал спать у нас встречаются есть такие вот аппаратики небольшие а в основном стоит кастом велик прикольный вот и женек приехал принципе у него живую смотрится хорошо да есть косички понятное дело вблизи но для повседнева тоже как бы сойдет у него не если что на пневме резина мне дико нравится колеса тоже хорошие 18 но если честно не в кассу немножко книги как бы может она была бы на расширение смотрелось бы топ хорошо что он избавился от наклеек вот они явно не идут тормозульки прям ну бомба вот такая штучка приехала да ничего особо о привет жене пришел ложек ложек до трояк видел в самом конце рыжий кстати начались замеры все видимо едут туда куда прикольная тренажка у нее сиденья получается как у меня и бегающие за ней фонари вот и закончилось для нас мероприятие отъехали мы с Виталией кавалериком сторонку пацаны целевые все-таки трубы погода конечно дрянь пасмурно стало прохладно ветер сильный вот такие машины такое однообразие что особо не в значении ну что скажем прямо вот шашлычка одна чтобы поесть не то вся битком вот просто начались замеры которые вообще никому не продвигаются короче еду дальше делать свои дела снова наступил следующий день после мероприятия был получается вчера на бепане но пролет вы видели как по мне было очень мало крайне мало интересных машин все однообразные кто на торусах на штампах либо там на каких-то редко кто был даже на рельсах а сейчас я опять нахожусь в троечке вчера кстати уже даже успел съездить в детку по поводу перешивая сиденье узнать отдал ему донорский чехол от заднего дивана чтобы на следующих входных я вам привез пассажирство водительское кресло и он его починил за пару дней сейчас я уже накинул здесь колонки проверил все играет обжал проводку да провел провод сейчас буду клеить виброизоляцию сюда вот здесь есть такие некрасивые отверстия которые дедоксу время оставил под овалы да здесь стояли овалы также была порезана коричневая болка которая была по моему даже в очень хорошем состоянии но сами овалы были убиты и я не знаю что с ними делали в общем сейчас но процедура обычная беру накатываю ролик у меня есть музыку уже проверил игра это хорошо даже вот на таких импровизированных коробах из коробки все закатываю и финале все музыка 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 вот и пришло время рассказать об этой магнитоле установил я ее в штатное место куда устанавливается обычно 1 диновая магнитола музыка я уже показал что здесь экран поворачивается он поворачивать сейчас его не буду потому что здесь он настроил чтобы его уместить я немножко приподнял вверх и чтобы было удобнее опять же пользоваться кнопкой печки принес ее на панель все работает функционирует здорово ну просто удлинил провода запитал магнитолу я от трех проводов которые шли на прикуриватель прикуриватель я убрал штатный там как раз идет постоянный плюс минус и подсветка габаритов, сейчас даже могу включить, вот пожалуйста экран тухнет, кнопки становятся светлее, выключаю вот, у меня с небольшой задержкой но нормально вот я уже покатался получается вчера весь день с этой магнитолой, зарекомендовал она себе, в принципе отлично, вот сейчас подключал музыку, проверял прям, блин, в принципе играет неплохо, понятно, что динамиков у меня совсем нема, всего лишь две двадцатки, две пищалки спереди и будут еще наверное в скором будущем подсоединениями овалы значит, что касаемо функционала, это андроид 13, вот с такой вот идет уже менюшкой, сильно отличается от той, что у меня стоит в 11 но здесь по-моему не было гугл плея, мне пришлось заходить в гугл, скачивать гугл плей вот он, соответственно и уже заходить в него свой аккаунт и скачивать там в контакт, чтобы впоследствии скачать всякие проложухи для музыки из контакта, потому что мне так удобнее ютуб здесь уже стоял также гугл карты уже стояли ну и браузеры по дефолту, в принципе, больше мне здесь ничего и не надо вот, никаких там авито и всякой прочей шелухи, можно будет еще наверное дополнить 2GIS, но в принципе 2GIS я всегда пользуюсь на телефоне вот, сейчас продемонстрировать, включить я вам ничего не могу, потому что у меня нет интернета тут за домом ну вот радио, в принципе оно фурычит бодро антенна сейчас у меня задвинута вот, пожалуйста соответственно, если я сейчас выдвину вот эту свою антенну, которая в крыле, да, я подключил к ней эту магнитолу все будет прям ловить супер ультра, но для этой магнитолы я раздаю интернет с телефона, но здесь, как я и показывал раньше есть антенна GPS, которую кстати, надо будет подключить но мне пока лень все это опять снова разбирать и также антенна для сотовой связи, потому что в эту магнитолу вставляется симка, вот здесь у меня уже выйден и USB разъем через который я заряжаю телефон соответственно, потому что нету прикуривателя теперь и вот здесь находится слот под сим-карту вот все так аккуратно спрятал закрепил потому что я не нашел красивого места, чтобы разместить USB зарядник ну, под два порта на этом, думаю, будем заканчивать вот такой небольшой видос получился съездили на сходку наконец-то я собрал салон поставил магнитолу зашумел заднюю полку также в будущем будем шумить полностью моторный щит пол с самой, не знаю, хорошей, дорогой шумкой потому что появились некоторые звуки допустим сейчас ну, вчера я ездил услышал, что у меня начинает подбывать задний редуктор также полностью будем разбирать все двери чтобы их очистить промовилить и по новой хорошо зашумить продолжим заниматься шумоизоляцией доустанавливаем музыку еще покажу вам пару тенятчик которые я хочу поставить на тройку работаю сейчас машиной очень много поэтому обязательно подписываемся на канал ставим лайки чтобы продвигать мой канал и у меня было больше мотивации снимать для вас видосы также переходим в группу вконтакте подписываемся туда заливаю всю инфу все фотографии также у меня есть телеграм-канал обязательно подписывайтесь ну, на этом все всем до встречи увидимся в следующем видео всем пока пока